да и начало работ укладки нашей отмостки начинается не возле нашего дома а начинается в поле в обычном поле где колхозники насобирали камней ведь они здесь уже лежат давно и надо выбрать исключительно плоские камни вот такие вот красивые попадаются иногда вот видите плоская сторона потому что вот здесь плоская сторона можно было бы конечно с кругляка но когда плоская то во-первых красивее 1 удобнее ходить 2 вода стекает лучше 3 поэтому часик прицеп накидываем выбираем красивые красивые плоские камни только камней привез наконец-то я буду работать в тенечке сегодня на первый раз все время всегда на солнце а здесь до трех часов нету солнца супер прошлом видео мы ели оладьи а сейчас на листнику и я как-то так вот шуткой сказал что мы едим по бедному по нищему а подписчики наоборот сказали что это это по богатому когда у вас блинчики настоящие не на пальмовом масле а наоборот с домашним маслицем с лесным медом но сейчас перекусим это наш завтрак и будем делать опалубку для нашей отмосточки можете вправда вкуснее чем торт блинчиков поели опалубку выставить сейчас подсыпочка когда-нибудь это закончится но это буду вспоминать и как счастливые моменты страшный сон помните что вам на поле показывала ткань вот его сейчас оставим если нашу кошку погладить то начинает петь смотрите сразу запела всех мыши съела по кругу да в округе мыши нету спишь дальше не могу делать отмостку здесь надо тоже опалубку ставить а здесь у нас асфальт 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 у меня есть круп по бетону я этот асфальт вырезаю смотрите что получается у нас получается вот 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 здесь я делаю буду делать тумбу здесь когда мы будем менять крышу здесь будет стоять такой хороший стол и на него уже будет идти другая крыша и это будет все терраса поэтому я сразу же всю эту отмостку делаю под новую крышу и здесь мы сделаем огромную тумбу поэтому сразу же думаем наперёд чтобы потом не переделывать хорошо было в советском союзе договорился машин где-то рядышком машину асфальта взял себе забетонировал себе во дворе ой заасфальтировал а мы сейчас мучаемся какие-то отмостки опалубки раньше вы просто бы заасфальтировали здесь все и все и можно было бы на роликах кататься асфальт вывез вот самое низкое место на дороге в общем асфальтируем дорогу все к дому все таки решил весь асфальт здесь снять и надо здесь везде залить бетон асфальт положен прямо на чернозём и он будет зимой играть это пока я там готовлю с Ванькой мне тут наверно супчик готовят или борщик что-то наверно вкусное будет валюш ну рассказывай давай я расскажу вот нам теща дала хлебопечку на время пока наши пока наша основная печка не топится вот и валюша первый раз в жизни хочет сделать хлеб да да он сейчас замешивается как ты думаешь у тебя получится я не знаю посмотрим посмотрим а пчелка пчелка сидит помогает челка ты помогаешь делать хлеб ребята начал картошку копать пока Ванька повез этот асфальт смотрите кого выкопал смотрите какое страшное чудовище может кто-нибудь никогда не видел это медведка и да она такая так страшно выглядит что я сам боюсь очень плохая видите что она делает с картошкой вот из-за того что здесь низинная местность можно сказать болото здесь есть медведка у нас смотрите какая вещь она на карта похоже видите белька страшно валюш до обеда раз два с половиной и осталось раз два с половиной вот отсюда сегодня дохожу и отдыхаю что она приготовила лучше расскажу это суп борщ что-то что это у нас у меня со свой борщ со свой с ребрышками да ты невозможно этих вот столько много хорошо что я неприверливый только выставила уже все уже влетела капусточки молоденькой да нюшка нюшка я уже устал надо сегодня еще что-нибудь сделать кроме того что погреб ой крови это давай погреб сделаем кроме того что от моста побили это же недолго можно даже ваню засунуть пускай белит сколько рейсов асфальт занес сколько раз ездил . ну сейчас скажем или вкусный вальчик мне кстати уже горло болит потому что холодная пью обалденный борщ еще хлеб не приготовился я могу их блинами спасибо и плоских очень мало поэтому мы сегодня ездили на поле я очень надеюсь что мне хватит плоских камней валёш ну ты такие фонтаны даешь им хорошие спасибо ну и и и и Они специально к тебе бегут? Да, потом подсыхают, когда опять бегут. Уйдет, идет. Уйдет, идет. Нет. Папа, что ты делаешь? О, Ванька, я их замываю. А кроме того, что замываю, видишь, хочу замочить известь. Знаешь, зачем Илья здесь замочил? Нет. Мы в позапрошлом видео в погребе залили пол. А подписчики сказали, если ты не побелишь стены, то мы тебя уволим. Поэтому мы сейчас в этом погребе еще и стены забелим. Это даст, что у нас в погребе будет светлее. Раз. Запахи неприятные пропадут. Два. Микробы убьются. Три. Ну и будет, конечно же, красивее четыре. И все будут довольны. И подписчики мы. Так что сейчас побелим погреб заодно. Сейчас я немножко отмостку нашу зачищу. И идем. Ну вот. Так, здесь сейчас все пол залит. А стены не побелены. Сейчас забелим. Разделся на гола. Лучше само вымазаться до саживки помыться, чем одежду стирать. Без стиральной машинки. Всем пока. На пол много накапаю. Ничего страшного. Известь вреда не нанесет. На пол, конечно, много натикет. Но ничего страшного, я думаю. Ну тут, после того, как залил пол, уже не воняет в погребе. А я сейчас так стены поизвесткуем, то вообще будет как дома. Банька, можно будет даже тебе раскрывушку поставить. Здесь иногда будешь ночевать. Здесь так прохладненько, здесь так приятно находиться. Здесь так холодно. Ну как, у тебя тут получается? Мне нравится. Мне нравится. Но я еще потолок не красил. Я белый сейчас? Ну уже есть чуть-чуть. А вот если я сейчас начну потолок красить, ну там меня подписчики сюда загнали. Я вот сейчас сижу и думаю, хоть бы они не сказали еще свет сюда провести. Ха-ха-ха. А может потолок не надо или надо? Я думаю, надо. Ну, чтобы все побелено кроме потолка. Но тут холодно, страшно. Да. Тут вообще просто у меня уже ноги сводит. И, кстати, вот снизу на стенах я видел, есть грибок. Сейчас его не будет. Может пол тоже побелить? А нет, как ты будешь. Потом банку, например, поставишь, будет потом в побелке. Нормально, пол не надо. Угу. Самое тяжелое это было потолок красить. Ну, подписчики тебя загнали, конечно. Я больше не полезу, как хотите. Разве что за компотом. Я, Валюш, сегодня уже хочу вот именно до этого угла дойти вот ровненько-ровненько. А завтра уже начать с другой стороны дома. И потом пошли покажу, чтобы на ступеньках сойтись. Чтоб сойтись вот здесь. То есть сегодня уже здесь. Завтра здесь. Ванька это все вывозит сейчас. Вот. Завтра здесь. Послезавтра здесь. И после-после-послезавтра надеюсь закончу. Уже на пару дней. Вот. И сейчас Ванька все вывозит здесь. И еще у меня такая идея возникла. О-о-о-о. Вот здесь вот. Я такой отливчик сюда тоже под это поставлю. Правильно? Потому что здесь иногда вода капает. чтобы она под домом не текла. Тоже отливалась. И надо на ближайших пару дней придумать что-то с заземлением. Заземлением. Это медный провод. Может еще какого-то медного провода и сюда пока привезти. А потом уже сосварить. Потому что сейчас не до сварки. Вот. Но завтра хочу уже здесь работать. А потом на ступеньках сойтись. Потому что все-таки я думаю сантиметр-3 сантиметра все равно будет перепад. А на ступеньках большие булыжники положу и не будет видно. Еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть. Идем кушать. Ты что-то приготовила? Угу. Что? Холодец? Давай. Мы идем посмотрим что сделали. Ты с этой стороны я стою. Угу. Стретью чуть-чуть здесь нею. Угу. Угу. Сделано много, правда? Если так вот не отвлекаться вообще вот так работать как сегодня Ваня помогает копать, поливать ну то нам на этой неделе мы закончимся после. Ну тогда день в день вот как я сегодня вот встал пол седьмого и сейчас уже солнце на закате его уже не видно. Фух. Ну сейчас я доделываю и идем ужинать. Ванька кричит все папа, папа и сладо Все, Валюш осталось вот минуты три и идем кушать. Угу. Доделывай. Дик побежал. Дико звал. Шон там, наверное. Фух, ребята наконец-то ужин. Я уже даже не могу ничего говорить. Просто нету силы говорить. Честно, я так устал сегодня на этой жире. Ну что у нас как всегда домашняя картошка наша свойская холодец с тещиного кабанечка, да? Огурцы, помидоры тоже свои огурцы со своего черничного помидоры с деревни мама передала. У нас вообще здесь ничего чужого нету, да? Вообще это все мое с теплицей. Ну да, ну с твоей теплицей. Ну да, с деревни, да. Это молочко. Молочко с нашей Златки. У нас полностью вот сегодня вот точно самообеспечение лучок, свой, сальцо. Я думаю просто я даже не буду говорить что вкусно, но по-любому вкусно, я просто устал. Со свинками гулять мы тоже не пойдем, я их загнал, потому что они могут нам отмазку всю разбомбить. Поэтому даже гулять не идем. Все. пчелка, пошли с нами, пчелка. Джина, пошли с нами гулять. все любят, когда им пузо чешут. массаж бульки, да? они, кстати, вот эти черные ягоды на крушине съедают без проблем. я много раз уже видел. за палец подумала, что это черная ягода. а у нас, кстати, видела, что колокольчиков осталось вообще мало? только на козле и на Машке. я их пособирал все, а я их плохо прицеплял. Ну и хорошо, уже на них уже долго держатся, уже неделю-две. Ну и все, два стада их слышно. Да, достаточно. А я все эти колокольчики пособирал, я то там нашел, то там нашел. я не вешаю хватит. Я не вешаю хватит. Устал? А еще устал. И даже говорить про него. Они целый день едят и еще не устали. Да. Пошли ноги мыть и ковать. Да, ноги мыть и спать. Они едят до темноты, потому что днем невозможно. Да, днем они лежат в электропастухе. У них сейчас самый жор. Только кругом травы в одной они не дают то, что ты наклонишь. Самое вкусное это . Смотри, даже пчелка не влезла. Пчелка! 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 Иди ко мне. Иди ко мне. Ну и может больно, зачем мне? Веселим. Все вышли погулять, потому что нет солнца, да? Да. Вот так. Ай, да. Ай! 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...